Приветствую вас! Я полагаю, что самое первое, что вам можно и нужно сказать, это то, что психологи не дают советов. Психолог не может вам что-либо посоветовать, потому что это было бы неправильно, это было бы нарушением профессиональной этики. И, соответственно, что-то вам посоветовав, мы бы, возможно, по сути, просто вступили бы с вами в определенного рода дискуссию, то есть когда у вас есть, к примеру, своя точка зрения, у вас есть, к примеру, своя позиция какая-то. А у, соответственно, психолога, да, есть какая-то своя позиция. Вот. Другая позиция, которая может с вашей, в принципе, не совпадать. Ну, она, надо сказать, и не должна совпадать. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, ситуация здесь такая, что нужно не советовать скорее, да, а, наверное, больше искать, искать варианты, смотреть, как и почему вы, допустим, ну вот, так себя чувствуете. То есть по какой причине вы боитесь, к примеру, того же замужества, да, то есть вы боитесь, как бы, сближения, нужно смотреть, чего именно вы боитесь, нужно смотреть, чего именно вы опасаетесь. Это первое. Второе, что можно и нужно вам сказать, это то, что нужно разграничить то, что вы не хотите, то, что вы не хотите, то, что вы боитесь, должны... Одно... Одно. Эээээээээ'm ты Francisba. А, может profit. И... и...rino.. То, что вы хотите сделать за семью. Ибо вещи эти, они совершенно разные, совершенно иные, отличаются друг от друга очень-очень сильно, вот. И мне кажется, мне кажется, что путать их, ну вот эти вещи, да, их не стоит именно путать. Если вы боитесь одиночества, это означает, что вы не принимаете себя такой, какой вы есть, что в твою очередь подразумевалось, что вы, к примеру, испытываете чувство стыда, вот. А если вы хотите, допустим, построить семью, да, потому что, ну, чувствуете, к примеру, что вы готовы и так далее, это, ну, это уже совсем другая история, это уже совсем другой аспект. Я не думаю, что ваши отношения с кем-либо будут развиваться хорошо. Если произойдет такая история, что вы будете мужчину, к примеру, мужчину, воспринимать, ну, скажем, в качестве средства, в качестве средства для реализации и для достижения того, что вам хочется, для достижения того, что вам нужно. Я не думаю, что это будет хорошее подспорье для отношений для отношений ваших мужчин. Вот. И, соответственно, именно по этой причине вам категорически не рекомендуется, ну, по крайней мере, я не рекомендую вам смешивать то, что нужно вам и то, что нужно, к примеру, мужчине. То есть и то, чем мужчине, потому что ваши страхи к нему, да, отношения не имеют никакого. Я бы сказал, что боитесь безомучества и боитесь какого-то сближения, совершенно не случайно. вот. А боитесь вы, по-видимому, потому что просто близости, близости не обучены. то есть вы не умеете находиться в близости с людьми. даже с теми людьми, которых вы, возможно, любите. То есть вот вы кого-то любите, да, а вы вот не можете находиться в близости, да, с этими людьми. Почему? Потому что нет личных границ у вас. То есть вот это вот ваша, на мой взгляд, ключевая проблема, что нет личных границ. То есть вы, вам, у вас плохо получается отделить, или отделять, как угодно. Вот. Отделять себя, именно себя, от другого человека. И близость для вас это что-то тяжелое, это что-то негативное, возможно. Близость для вас это что-то негативное, трудоемкое. А на самом деле близость, если человек понимает особенно, что ему нужно, если человек знает, к примеру, чего он хочет, то близость-близость это абсолютно естественно. Вот. Так что страх близости возникает только тогда, когда у человека отсутствует личные границы. Вот. Ну, как вы понимаете, да, личным границам, в принципе, можно и нужно научить. То есть тут, ах, тут сложности, сложности особо нет. Главное, ваше желание, главное, ваше желание, ваша, ваша потребность в том, чтобы что-то изменить. Вот. И, в принципе, что, наверное, надо. То есть тут сложности нет никакой. Значит, вы говорите о свободе. Скажите, почему вы решили, по какой причине вы решили, что свобода как-то будет ограничиваться, если вы будете, значит, замужем? Почему вы считаете, что не будет у вас свободы, если вы будете замужем? Откуда такая информация у вас? Вот. Об этом говорит ваш опыт, скорее, да? А опыт говорит, почему так. А опыт так говорит, скорее всего, потому, что в самих отношениях, в самих отношениях вы находились не потому, что хотели сделать человека счастливым, а по другой какой-то причине. Вот. Ну, по равным причинам, в общем, это может быть. Но суть заключается в том, что вы делали это не для человека. То есть вы ничего не пишите про люблю, про любовь, про чувства. Вот. Сложно сделать, что вы с трудом, наверное, все-таки с трудом воспринимаете себя самым. Вот. Это, как бы, трудность. Дальше. Вот вы пишите, 23 года все же вышел замуж, так как мужчина был настойчив. Вот. Вы меня извините, но это, на мой взгляд, выглядит достаточно по-детски. Вот я вышел замуж, потому что мужчина настоял. Я не хотела, но вот он настоял, и я вышел замуж. Вот это выглядит, ну, вы меня извините, извините, конечно. Да, но выглядит это, ну, не серьезно. Просто не серьезно. То есть, вас ведь никто не заставлял уходить замуж. Вы вышли замуж сам. Вот. Почему вы вышли замуж сам? Это большой вопрос. Вот. Тому, что вам хотелось. Вот. Вот именно, наверное, с вашими желаниями, как раз-таки, и нужно работать. Именно с вашими желаниями. Именно с тем, что вам нужно. Именно с тем, с чего вы желаете. Вот. Ведь, если вы, к примеру, к примеру, боитесь близости, как мы с вами выяснили, я надеюсь. Это значит, что вы не чувствуете себя без опасности, а это значит, что семью, ну, в частности, вот замужество, вы воспринимаете как средство, чтобы чувствовать себя в защите. Чтобы чувствовать себя защищенной. Вот. Так, возникает вопрос. А почему мужчина должен давать вам это чувство защищенности? Тогда. Так. Сейчас понимаю, что не хотелось бы с возрастом оставаться одной. Но хочется, чтобы реально был мужчина, общие думы, общие заботы и радости. Зачем? Зачем вам это? Зачем? Вы не удовлетворены тем, что есть у вас? Для чего? Вот хочется. Зачем? Это не может быть самоцелем. Не может быть самоцелем, чтобы рядом был мужчина, потому это, ну, как минимум, вы в этом случае идеализируете образ мужчины, образ человека. На самом деле, мужчина у меня есть, в пищевых встречаемся шесть лет, есть общий интерес к любым друг другу. Ну? Мне интересно, что вы понимаете, под любовью. У него работы в другом городе, так как у него работа в другом городе, то до сих пор не решили жить вместе. А, нет, знаете, мне не очень импонирует, честно говоря, такая вот ваша позиция, что у него работа в другом городе, и поэтому мы не решили жить вместе. Вот, кто мы, во-первых. Вот, кто мы? Мы это кто? Это вы? Мы? Или вы это вы и молодой человек? Что значит не решили жить вместе? Если вы до сих пор не вместе за шесть лет, а значит, что все всех устраивает. Как бы нравится вам это или нет, но все всех устраивает. Как бы это вот болезненно не случалось. Я понимаю, что это неприятно, но если вы, значит, до сих пор не живете вместе, значит, все всех устраивает. Вот. А то, что вы говорите, что не решились, это рационализация. Потому что люди живут вместе не потому, что они решаются. Это всегда, всегда это волнительно немного, всегда это, ну, вы знаете как, так, это всегда страшновато. Вот. Потому что все-таки совместный быть это действительно не так легко. Понимаете? Вот. Но люди хотят быть вместе. А то есть не решили жить вместе и выйти. Ам. Я так полагаю. Меня это в принципе устраивало. Сейчас там толчащик заговаривает о том, что приехать жить ко мне. А я не могу понять себя, он нужен мне, но я не могу решиться. Вот именно. Он нужен вам. Это не любовь. Точнее, любовь, но любовь невротическая. Любовь не невротическая. Или любовь здоровая. Не используют таких слов, как он нужен мне. Вот не используется таких слов. Любовь здоровая использует несколько другие слова. Несколько другие моменты. Такие, как, например, я хочу, чтобы он был счастлив, я сделаю все, чтобы он был счастлив и так далее. Он нужен вам. Значит, он действительно что-то вам дает такое, значит, что вам необходимо. И что-то такое, без чего вы не можете сами справиться. Грубо говоря. Поэтому, я очень вам рекомендую, смотреть еще раз на свою потребностную сферу. Вот. И изучить, что же вам все-таки нужно. Вот. То есть, если вы увидите, что он вам нужен, к примеру, для реализации своих потребностей. Если вы увидите, что то, для чего он вам нужен, вы, в принципе, можете добиться сами, но достичь самостоятельно. То, я думаю, что никаких проблем с этим не будет. Я думаю, что вы, ну, если вы убедитесь, если вы увидите, что то, что вот он вам дает, вы сможете прекрасно достичь самостоятельно. То туда и будет видно, любите вы его или нет. А пока это не нуждаемость. Нуждаемость, это не любовь. Как бы представлю, что не смогу жить так, как хочется. А почему вы не сможете жить так, как хочется? Почему? Это какое-то ограничение, понимаете? Это вот родительская позиция, это такой ограничивающий строгий родитель у вас говорит. Вот. Знаете? То есть, момент здесь, он такой, момент именно такой. Строгий ограничивающий родитель, которые утверждают, что нельзя в браке жить так, как хочется. Вот. Говорят, что брак – тяжелый труд. И вы воспринимаете брак как тяжелый труд. Хотя, на самом деле, это не так. И вот, если вы отследите появление вот этого чувства, ваших чувств, которые у вас есть чувства, что браке нельзя жить так, как хочется. Вот. То, если вы отследите эти чувства свои, что я плакаю, что проблем у вас никаких не будет. По крайней мере, проблем вот именно с проживанием совместно с мужчиной. Ага. Дальше. Вдруг обману его ожидания. Вот опять же. Это страх. Вы боитесь. Вы думаете, что нет каких-то ожиданий. Вы хотите эти ожидания обязательно удовлетворить. Да? Зачем? Почему? А что будет? Ну хорошо. А вы не оправдаете его ожидания. И что будет дальше? Что случится? Что случится тогда? Что в этом-то случае будет? Понимаете? А ничего в этом случае не будет страшного. По крайней мере. По крайней мере, страшного в этом случае не будет ничего. Потому что никаких проблем у вас с этим не будет. Если вы перестанете, к примеру, да, следовательский жим ожидания и так далее, если вы разберете свой страх, который у вас есть. Потому что возможно именно страх мотивирует вас видеть в мужчине любовь. Если страх убрать, это сделать вас более самостоятельными, то возможно и мужчине будет относиться по-другому немножко. Дальше. Так. Вдруг мне надоест. Ну, опять же, почему вы боитесь? Ну, надоест. И если надоест, значит это не ваш человек. Значит это не ваш партнер, значит это не ваш мужчина. Что в этом страшного-то такого для вас именно. Как разобраться в себе? Ну, только поработать за драками, с внутренними запретами, с неверными установками и, в общем, консультироваться со специалистом. Как себя настроить на то, что пора создать семью. Да не пора создавать семью. На самом деле, совместное проживание это не семья, это просто попытка. Попытка людей наладить быт. Это не разу не семья. Я серьезно говорю, что не разу не семья. То есть, от этой семьи совсем не то самое, что же смерт. Так что, так вот. В качестве поведенческой рекомендации, я бы предложил вам сказать мужчине откровенно, что вы боитесь совместного проживания. Вот. И я бы рекомендовал вам, если мужчина не против, пожить, скажем, ну, какое-то время. Предложите ему просто на время пожить. Вот. Просто скажите ему, что вы боитесь, и я уверен, что он вас поймет. Это то, что мне, это то, как мне видятся данные ситуации, вот, и страхи, если они у вас есть, они у вас есть, да. Это не то, не то, с чем можно работать, вот так, вот так, по... По общему вопросу. Так, это очень интимная история. Вот. И разбираться с ним нужно тоже индивидуально. Вот. Я бы сказал, что у вас есть некоторые проблемы с самооценкой, раз вы считаете, что такую достаточно важную и серьёзную проблему можно решить, ну, исключительно через общий ответ, общий вопрос, точнее, и через общий ответ. Нельзя. Вы живёте по такому сценарию жизненному, не первый год, и этот сценарий страх одиночества, он, собственно, и страх одиночества, он влияет на вашу жизнь достаточно сильно. Вот. Поэтому я только надеюсь на то, что вы выберете себе психолога и поработаете. Самое главное понять, чего вам хватает. Правило, как правило, одиночество возникает от того, что у человека самого с собой есть конфликты, вот, из-за чувства стыда. Я, ну, к примеру, да, то, что я должна быть, ну, я не должна быть одна, я боюсь быть одной, к примеру. И, соответственно, такая вот история. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу помогу вам сказать, то, что я могу вам порекомендовать. Что здесь добавить? От того, насколько чистыми, насколько аутентичными будут ваши эмоции, будут ваши ощущения, от этого зависит немного немало ваше будущее с молодым человеком. Вот. Поэтому, если вам это все интересно, то, соответственно, обращайтесь в личные сообщения. Будем разбираться. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.